всем привет с вами кекс и сегодня мое видео пойдет о том как я делаю творожный крем для торта этот крем очень популярный среди моих заказчиков поэтому я очень хочу с вами им поделиться для творожного крема я пользуюсь рецептом наподобие крема шарлотт возможно вы с ним сталкивались или возможно кто-то делал пломбирный крем на масле вместо сливок этот крем не получается слишком жирный скажу так он не получается жирнее чем взбитые сливки даже у него жирность будет менее вот что для этого нам нужно я беру пропорции один к двум на одну порцию масла две порции заварного крема это не делает мой крем слишком жирным то есть если масло у меня 72 процента то жирность у меня получается собственно там 35 рецепт заварного крема который я делаю вы видите у себя сверху и я его ставлю еще внизу примечание я делаю на яйце на целом я не делаю на желтках и я делаю на 3 столовые ложки крахмала я не делаю с мукой если это для крема если это для наполеона у меня заварной крем то я делаю его пожитче и там я на литр беру две полные ложки с горкой муки и 3 но это я в общем сниму это попозже я вам расскажу смотрите самое важное что вы должны запомнить это то что у нас должно быть масло и заварной крем одной температуры это самое просто табу без которого нельзя иначе у вас все расслоится когда вы вкинули масло и начали его взбивать потихоньку по полу ложки начинаете добавлять заварной крем вначале это порции могут быть чуть чуть побольше а потом нужно уменьшать порции добавления на поменьше чтобы у нас не отслоилась масло от нашей текстуры но даже если она слоилась я уже научилась слегка выходить из этого положения выбора другого нет потому что они не всегда есть терпение не всегда так как надо получается это знает каждая хозяйка поэтому надо уметь выкручиваться вы сейчас увидите я может вы видите ли когда положила масло если успели заметить масло я положила даже чуть меньше чем 150 грамм крема у меня получается пошло в начале кипятиться 300 грамм молока и потом еще где-то там 30 ну 30 грамм молока и 30 грамм яйца в общем смешала то получилось чуть больше чем 300 грамм поэтому я вот сейчас добавляю небольшой еще кусочек в конце когда я вижу что у меня чуточку начал отслаиваться масло вы видите такие как пузырики появляются заварного крема между маслом она не успевает между собой растереть весь заварной крем наша цель однородная текстура и полное перетирание между собой масло и заварного крема это получается очень вкусный похож на пломбирный крем довольно густой хорош в использовании для торта и его очень очень любят мои заказчики вот вы видите он получился довольно густой и воздушный такой аж с порками плюс этого когда он постоит в холодильнике он слегка еще под застынет потому что там есть масло и будет хорошо держать форму если это у вас допустим высокий торт свадебный торт он будет стоять у вас отлично следующее что я буду делать это я буду добавлять сюда творог я покупала магазинный творог во первых он чуточку дешевле во вторых у него более уже однородная текстура они видимо там его немного взбивают или что они там делают и у него такая кремообразная структура и поэтому его удобнее перетирать через сито через сито я перетираю всегда чтобы не было таких крупинок нам надо добиться очень приятного такого нежного творожного оттенка и это не должен быть прям творог творог и чувствуется на зубах хрустеть и все остальное поэтому всегда перетирайте через сито он так и лучше соединиться с нашим кремом творог у меня с холодильника здесь я уже не переживаю у меня уже все там соединилось внутри с кремом поэтому творог у меня с холодильника я его не ложу чтобы он продержался у меня вот масло я всегда оставляю где-то на час-полтора мне стоит подогревается перед тем как взбивать а заварной крем больше по времени стоит но самое важное моем рецепте это именно то что все должно быть одной температуры иначе чего не получится и теперь я и творог весь свой перетёрла и осталось его только соединить миксером буквально в течение 20 секунд просто просто соединить миксером ничего не нужно придумать и наш будет крем готов вот собственно это уже конец моего рецепта если вам понравилось на видео ставьте пальчики вверх очень буду рада слышать ваши отзывы как у вас получилось понравится ли вам так с вами был ваш кекс целую люблю всем папа а а